Здравствуйте, с вами был блог. Ничего спрятого с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. И я, наконец, понял, почему Зеленскому начхать на Украину. Почему ему всегда было начхать на нашу армию, на нашу экономику, на нашу демократию, на свободу слова. Почему он не переживает за конституцию, гарантом которой он является, а потому что Зеленский переживает за другое. Он переживает за Байдена. Вот он сейчас сказал, как он переживает, оказывается, за Байдена. То есть не за Украину, не за граждан, он за Байдена переживает. Чтоб Байден не выглядел лузером. Говорит, так обидно будет, говорит, я так за вас переживаю, лобик морщит, весь аж скукоживается и слегка потеет. То, что Зеленский переживает за Байдена, само по себе, как бы, ну, не грешно. Но почему Зеленский сначала плюет на Байдена, а потом говорит, что за него переживает. Видимо, Байден и все остальные говорят, ловиандры зеленоморды, воровать хватит. Если ты хочешь, чтобы мы спасали Украину, потому что без нас вам никуда, убирай коррупцию, убирай Ермака, убирай Татарова, убирай того, 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 того. Зеленский говорит, нет, говорит, нет, нет, коррупцию я не уберу, не уберу, да, Татарова я не уберу, я ничего не уберу, я буду топать ножкой и капризничать, да. Но если мы проиграем, да, вам будет стыдно, вы будете лузерами. То есть Зеленский прямым текстом говорит, он сам это признает, что если вы не будете давать помощи, то Украина проиграет, и тогда Путин пойдет дальше. То есть вы давайте помощь, чтобы Путин не пошел дальше. А воровать Зеленский не перестанет, врать не перестанет, деньги давать на единый марафон не перестанет, он будет наводить тень на плетень, убивать свободу слова, плевать на верховенство права, то есть Зеленский себе ни в чем не будет отказывать. То есть, если, по словам Зеленского, Украина проиграет, то Байден будет лузером. Кем будет Зеленский, Зеленский не уточняет. Я так подозреваю, что Зеленский искренне верит в то, что если Украина проиграет, то Байден лузером будет, а, я так понимаю, Зеленский лузером не будет. И Ермак, и Татаров, Арахамия, Шурмак, Кирилл Тимошенко, вся вот эта шобла, там 5-6 дефективных менеджеров, они наворуются и, конечно же, не будут лузерами. Вы посмотрите, сколько мы спорли денег. Ну, какие мы лузеры. Вот Байден, например, лошара, он лузер, он вообще лично для себя ничего ни с кому не сделал. Поэтому мы с моими менеджерами, да, дефективными, но наворовавшимися лузерами, точно себя чувствовать не будем. Мы украли достаточно. Ну, а поскольку Байден на войне не ворует, Макрон на войне не ворует и Шульц на войне не ворует, то они, по словам Зеленского, если мы проиграем, будут лузерами. При этом этот дурошлеп квартальный не стесняется. Это говорить прямым текстом. То есть он шантажирует. Он шантажирует Запад тем, что придет Путин, разрушит наши города, убьет нас всех, уничтожит Украину. Говорит Зеленский, а вы будете лузерами. Таким образом, он прямым текстом декларирует, что надо, дескать, Западу шевелить булками, почесываться и что-то делать. Про себя любимого, что надо что-то делать, он вообще не говорит. О том, что надо ему чем-то заниматься, мыслей нет. То есть работать должен и нести тяготы лишения кто угодно, кроме Зеленского и его ближайшего окружения. Какие могут быть тяготы или проблемы у единого марафона? У них все прекрасно. То есть все, кто вокруг Зеленского, имеют бронь от армии. Все, кто вокруг Зеленского, обеспечены. А бизнес Зеленский решил уничтожить. Вообще Зеленскому бизнес, как таковой в Украине, не нужен. Ему вообще категорически не нужны люди, которые самодостаточные, сами могут себе заработать, которые не нуждаются в патронате власти, которые не желают терпеть издевательств и не верят его вранью. Любой самостоятельно мыслящий, свободный, самодостаточный, критически мыслящий украинец для Зеленского вранг. Вот любой, кто не верит в сказки Зеленского, уже автоматически его неприятель. Зеленский таких людей не любит. И все, вот все последние реформы, которые они вводят, не, реформы это громкое слово, законы и подзаконные акты, которые они принимают, они направлены против того, чтобы украинский бизнес продолжал свое существование. На сегодняшний момент, если системно посмотреть на законы, то Зеленский уничтожает Украину изнутри экономически. Но стыдно, стыдно должно быть не Зеленским. Нет, стыдно должно быть Байдену. Да, и нам с вами тоже должно быть стыдно, друзья. И вот тут я вам скажу, вот есть такие доля правды, что нам с вами должно быть стыдно. Тут Зеленский прав, потому что мы с вами в 19-м году недостаточно поработали над тем, чтобы соседи, друзья, знакомые не сделали эту глупость, не шагнули в пропасть и не проголосовали за Зеленского. Вот понятно, что я ложился костьми, там я в своей программе на прямом канале с утра до ночи объяснял, что не выбирайте клоуна. То есть я там гостей в студию приглашал соответствующих, была дискуссия. То есть я ходил на разные каналы, включая каналы Медведчука, где я говорил то же самое. Правда Медведчук и его каналы говорили, что Зеленский нам нужен позарез. Только не Порошенко. Поэтому есть наша доля вины в том, что мы недоработали. И поэтому сейчас, друзья мои, надо не просто подписаться на мой канал, надо распространить правдивую информацию, добавить ее дополнительными аргументами, чтобы не быть голословными. И наша задача рейдинг Зеленского просто свести в ноль. Это та миссия, которая лежит на нас. Те, кто находятся не на фронте, они обязательно должны вести разъяснительную работу, чтобы не осталось верующих. Вот это убожество квартальное, которое считает, что это Байден будет лузером, если Зеленский доведет страну до катастрофы. Потому что Байден будет лузером. То есть войска с севера Киева перед агрессией полномасштабной отвел Зеленский танк, а стыдно должно быть Байдену в лузере. То есть Байден говорил, нападение будет Вова. Вова говорил, ты заткнись, последняя Скобеева, Архамья, Ату и Воту, на шашлыки все едем, на майские. Стыдно, конечно, должно быть не Зеленскому, а Байдену должно быть стыдно. Разминировали Чангарп, открыли дорогу врагу, весь юг захватили. Байден должен стыдиться. Ну не Зеленскому же чувствовать себя пристыженным, правильно? Туповатый, малообразованный тип с поведением экзальтированного подростка. Истероидная психопатия и просто умственная недостаточность. Вот это то, что нужно сказать о Зеленском. Ваши диагнозы, пожалуйста, в комментариях. Я читаю комментарии, очень редко реагирую и отвечаю, простите, ну, это тысячи и тысячи и тысячи, у меня просто физически не хватает времени, стараюсь писать по 2-3 ролика в день, но прочитываю, если что-то очень нравится, закрепляю как закрепленный комментарий. Поэтому, друзья мои, лайки, комментарии, репосты, подпишитесь на мой канал. А победа, в чем я не сомневаюсь, обязательно будет за нами, потому что я верю в это, что за каждым из нас персональ не заржавеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова